На российском сайте Audi появился раздел, посвященный бронированной версии длиннобазного седана Audi A8. Внешне версия Security почти ничем не отличается от обычной длиннобазной восьмерки. Однако бронеседан соответствует девятому уровню защиты, то есть готов уберечь пассажиров от бронебойных пуль из оружия под Европатрон 7.62. Многослойные стекла соответствуют уже десятому уровню. Это значит, что они выдерживают попадание бронебойно-зажигательных пуль из российской винтовки СВД. Расплатой стала снаряженная масса под 4 тонны, поэтому под капотом установлен 4-литровый битурбомотор от Audi A8. Также от Эски взяты восьмиступенчатый автомат и полный привод. Как стало известно авторевью, на данный момент цена броневерсии начинается примерно от 55 миллионов рублей, а ждать заказанный седан придется от 3 до 6 месяцев. За такие деньги броневик имеет максимально богатое оснащение. Из специального оборудования есть регистратор данных об авариях, аварийная система подачи свежего воздуха и система пожаротушения. Заказы на машины российский офис Audi принимает без участия дилеров. Причем немецкая штаб-квартира компании может отказать в покупке после собственной проверки клиента. Калининградский автозавод Автотор начал собирать кроссоверы BMW X6 третьего поколения. До этого на рынок поступали только автомобили американского производства. В Калининграде прописались три версии модели. Две дизельных и одна бензиновая. Все они имеют восьмиступенчатый автомат и полный привод. Базовые цены остались прежними, но появились новые фиксированные комплектации, и они оказались заметно выгоднее прежних. Так стартовая цена калининградского BMW X6 будет на 20 тысяч выше, чем для базовой версии американского производства. При этом локализованный кроссовер предложит парковочный ассистент, автономный отопитель, систему открывания багажной двери и усиленную шумоизоляцию. Горьковский автозавод продолжает расширять гамму версий грузового внедорожника SADCO NEXT. В конце прошлого года завод начал поставлять дилерам стандартную версию полноприводного грузовика с короткой базой и однорядной кабиной. Теперь клиентам стал доступен длиннобазный вариант, для которого помимо одинарной можно заказать двухрядную кабину на семь пассажиров. Спасибо за просмотр!